Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это Скальпель. Серьезный скальпель, серьезное мнение о важных событиях последнего времени. Мое и наших экспертов. Ведь каждую неделю наша команда записывает более 13 интервью с умными, со знающими людьми, со специалистами, политиками, экспертами, теми, кто видит суть событий, а не охотится за хайпом. Это важно. И вот, наверное, впервые я хотел бы обратиться к нашим зрителям не в России, а на Западе. Я знаю, что многие смотрят меня из Германии, из Франции, из Голландии, из Соединенных Штатов. Это прекрасно видно даже по комментариям. Кстати, я вот буду благодарен, если под этим видео вы напишите, где вы живете, где вы нас смотрите. Так вот, сегодня я хотел бы поговорить с вами, теми, кто за рубежом, поговорить о том, как мы в Украине видим ситуацию с западной поддержкой и западной помощью. Через призму тех нарративов, которые не мытьем, так катанием расползаются по вашему информационному пространству. Расползаются из России. Этих нарративов множество. И многие, к сожалению, находят некоторое понимание, пусть и ложное, как среди граждан, так и среди политикума. Там и нарратив о том, что это война, это внутреннее дело одного народа. И о том, что Украина, это прям адово пропасть коррупции. Вот это мое особенно любимое, особенности после коррупционного скандала с ФИЦО в Словакии и функционеров ФИДЕС в Венгрии. И о том, что Украина не демократическое государство, страна, в которой только один президент имел два срока, один из шести. И вот недавно появился новый тезис о том, что сильная Украина – это угроза для спокойствия ЕС и НАТО. Точно так же и вот с этой идеей насчет того, что Украина превратится в такой Израиль. На это надо ответить следующее, что да, оно, скорее всего, так и будет. То есть надо на это смотреть с открытыми глазами, потому что военные возможности, подготовка Украины превращают Украину действительно как бы в самую сильную армию на континенте. Возможно, лет через пять после модернизации армии в Германии или в Швеции в таком же состоянии будут, как сейчас украинская армия. Но ответ здесь один, что так ведь надо построить стратегию, европейскую стратегию, которая интегрирует Украину с этой армией, как бы внутрь, как бы с ее, так сказать, новой подготовкой и возможностями, внутрь, так сказать, полезного для Европы коридор, так сказать, такого как бы контура, контура безопасности. И все. То есть здесь скорее вопрос стоит о том, как будет Украина взаимодействовать с Польшей, со Швецией, как будет строиться взаимодействие с Францией. Я имею в виду вот как бы во всем этом, с Италией даже, то есть во всем контуре европейских стран, которые должны себе сказать, что мы вполне сами обладаем большими военными возможностями, и мы готовы здесь видеть Украину, так сказать, частью этого контура, и взаимодействовать с Украиной так, чтобы она ценила вот этот новый контур, в котором она оказалась. То есть, по большому счету, сейчас происходит следующее. На смену парадигме, господи, Украина, это что-то такое непонятно постсоветское, что-то где-то там, на востоке, приходит постепенно парадигма, оу, это сильная с военной точки зрения страна, демократическая страна, которую было бы неплохо иметь в партнерах. Потому что реальный боевой опыт, потому что благодаря обратной демилитаризации по-путински, совместимость и взаимозаменяемость по системам вооружений с НАТО и странами Европы, потому что горизонтальные и вертикальные связи среди военных, потому что по восточной границе Украины будет пролегать новый железный занавес. Занавес между единым цивилизованным европейским пространством и дичайшей, сумасбродной и непрогнозируемой диктатурой. Но для того, чтобы граница пролегла именно там, на восточных границах Украины, а не на западных границах Польши, Европе просто необходимо сейчас перестать крохоборничать. Особенно в тех областях, которые не являются для нее критичными в ближайшей перспективе. И трезво взглянуть на угрозу. Ну, точнее, трезво определить вектор, по которому эта угроза движется. Теперь, ну, я не знаю, если они решили еще разок на граблях сплясать и не дать сегодня Украине, которая уже на передовой этой борьбы, и которая говорит, да нам не нужны ваши даже люди, солдаты. Макрон, не присылай, пожалуйста, к нам свою армию и своих бойцов, потому что они сегодня стоят 5% от любого украинца, который сегодня на передке побыл несколько месяцев, и который превосил с такого матерого волка, что ему этот пьер не поможет там, а помешает только. Будет спасать его наш Микола из окопа, вытаскивать полураненого. А вот отдайте свои ржавеющие в 16. Что там они у вас стоят? Для чего? Вот война идет в сердце Европы. И это не какая-нибудь благотворительность, прости, господи. Это не какая-нибудь там наглость со стороны Украины. Вот требуют они дать нам. Чего? Украинцы кладут в свои жизни лучших людей, патриотов своей страны за то, чтобы Европа осталась свободной. Серьезно, вы говорите о том, что кто-то тут попрошайка в этой ситуации? Да вы должны Украине больше, чем американцы отдали по плану маршала когда-то Европе. Потому что сегодня она на передовой этой борьбы. И вот сегодня есть возможность эту историю закрыть раз и навсегда. Закрыть вопрос с диктатурами в Европе. И вы не отдаёте свои ржавеющие в 16, вы не отдаёте свои патриоты, которые сто штук ставят. От кого там вы друг друга охраняете с этими патриотами? Испания от Франции, что ли? Серьезно? Ну и правда ведь, да? На данный момент для Европы нет угрозы ни с севера, ни с запада через Атлантику, да? С любой угрозой с юга Франция, Италия, Греция могут справиться 10% тех возможностей по ПВО, например, которые есть сейчас. Ну хотя бы потому, что из стран Южного Средиземноморья только одна страна обладает средствами поражения, способными достичь европейской территории. Алжир имеет на вооружении 12 пусковых установок Искандеры, 75 ракет. Но Алжир, партнёр ЕС, 67% алжирского экспорта идёт в ЕС, 44% импорта из ЕС. И чтобы изменить отношения Алжира и ЕС на враждебное, нужны, ну на самом деле, десятилетия. Так что единственная угроза для Европы – это диктатура на Востоке. Да, уже не автократия, уже диктатура, которая будет плеваться ядовитой слюной и скалиться на Европу. Уже без каких-то сантиментов и двусмысленностей. Потому что Путин и его деды искренне презирают всё, что для нормальных европейцев является главными ценностями. Свобода выбора, свобода личности, свобода слова. Для Путина это всё синонимы слабости государства. А слабого он презирает. Путину нужна была Европа, потому что она покупала у него нефть и газ. То есть приносила ему бабло. Теперь этот поток бабла упал и никогда в обозримой перспективе не восстановится. Поэтому осталось только презрение и уверенность в слабости Европы. Говоря современным российским дипломатическим языком – лоховстве Европы и её бюрократии. А лох должен платить. И с путинской точки зрения он заплатит. Территориями, которые Путин считает своими. То есть территориями бывшего Советского Союза. Включая Молдову и страны Балтии. Влиянием на страны бывшего Варшавского договора. Помните вот эти требования России перед полномасштабным вторжением? Границы НАТО до 1997 года. Ну вот. У Путина всегда найдется пара-тройка запыленных манускриптов, с помощью которых он будет аргументировать каким-то новым такером Карлсоном свои претензии на страны Центральной Европы или на влияние в этих странах. Раздавая папочки новым Путин-Ферштейрам. В случае победы Путина в Украине все это пространство будет под угрозой. Реальной, а не эфемерной угрозой типа ядерного конфликта с Россией. Реальной угрозой конвенциональной агрессии. Которая будет проходить под прикрытием. А что вы нам сделаете? А у нас ядреная бомба. И вот эта угроза, она будет упакована в привычную для Европы форму российской пропаганды. Агрессия в красивой обертке с изображением русскоязычного населения и псевдореферендумов в виде бантиков. Существенным является то, что такая победа Путина надолго создаст ситуацию, в том числе и для Запада, что вся инвестиция была ошибочной. Потому что будет такая конструкция, что можно будет потом говорить, нет, ну посмотрите. Вот это примерно будет по модели, как после 2014 года о Донбассе. Ну как бы, знаете, не все однозначно. Это же российское население, оно влилось уже. Оно вообще хотело этого. Значит, такой как бы интеграции вот в Россию, да, там, или можно говорить тут не знаю, в какую-то конструкцию такую, да, которую Путин хотел бы. И это будет масштабное поражение, которое, конечно, вот оно является угрозой. А остальные вот эти сегодня формулируемые угрозы, они действительно, на мой взгляд, реальными угрозами не являются, а являются формой, так сказать, такой страшилки. Потому что там, скажем, видно хорошо, что люди, так сказать, всерьез занимающиеся ядерной безопасностью, они, как бы, говорят, да нет, во-первых, Кремль не ударил, так сказать, еще надо посмотреть, чем он там может ударить. Во-вторых, ну это же купируется на старте, да, то есть потери будут колоссальны. И это так всегда и считалось. Я тоже много раз слышал и видел экспертные оценки российского ядерного потенциала, нелицеприятные для России оценки. Однако сейчас я не буду углубляться в них, потому что, ну, во-первых, реально никто не понимает ценность российского ядерного арсенала сейчас. Возможно, даже Путин. Ну, потому что ему и по поводу ядерного потенциала могут рассказывать такие же сказки, какие рассказывали перед вторжением в Украину. Тогда рассказывали, да мы моща, мы тигры, мы сейчас все там вынесем за пару недель, плюс пара месяцев на отлов бандеровцев и все. Ну, приблизительно то же самое могут рассказывать и про ядерный потенциал. Типа, да мы моща, мы тигры, у нас вот все есть, все работает. Хотите ракету запустим? Тестовую, да? Да, пожалуйста, вот, искусство замыливания царевого ока в России на самом высшем уровне. Традиции и современность, да? От постройки потемкинских деревень до запуска ярса с Капустиного яра. Красивой картинки достаточно, чтобы одним вот таким запуском согреть душу кремлевского карлика и подогреть фобии в Европе. Ну, точнее, одну из фобий. А вот вторая фобия, она намного опаснее, чем боязнь ядерного удара. Это фобия развала России и связанного с этим возможного дерибана российского ядерного арсенала местными князьями. И вот именно эта фобия лежит в основе попыток пресловутой модерации конфликта, которые так увлечены некоторые в администрации Белого дома и не только там. Хотя на самом деле этот конфликт, вот эту войну уже поздно модерировать для спокойствия Европы и мира. Необходимо обеспечить победу Украины как форпоста западного мира в новой холодной войне. И прогнозировать, просчитывать, модерировать конфликты, которые, возможно, произойдут в России после победы Украины. Дайте оружие, чтобы Украина освободила свою территорию с 91-го года, которая была. Если вы хотите и боитесь развала России, заставьте Путина после того, как украинцы выйдут своим границам, подписать капитуляцию с корпорациями, со всеми остальными вещами, и тогда, наверное, может пойти история в другом ключе и развала страны. Хотя, опять-таки, Путин единственный человек, который к развалу России будет иметь отношение. Никто другой не добивается развала России больше, чем Путин. Никто ни другой не добился близкого и расширения стран НАТО к границам России, как Путин. Поэтому это не вина Запада, не вина Украины, это вина Путина и его преступного мафиозного руководства и тех людей, которые в это вовлечены. Вот когда граница выйдет, украинские вооруженные силы, вот тогда уже спасайте своего Путина, спасайте всех остальных, пусть подписывают капитуляцию и принимают правила игры, которые будут навязаны, безусловно, Украиной. И в дальнейшем уже, ну, надо принуждать, как это, у нас Путин любил говорить, как бы принуждение к миру, ну, вот принуждение к миру, как мы будем делать. Спасать Путина. Или наоборот, работать с теми, кто может стать его преемниками, налаживать связи с местными элитами, на территории которых находятся ядерные арсеналы, заранее разрабатывать операции по обеспечению безопасности этих арсеналов, черт возьми, даже военным путем. Инструментарий может быть самый разнообразный, но надо идти на два шага вперед. Тем более, американская дипломатия имеет достаточно неплохой опыт мотивации молодых государств отказаться от ядерного арсенала. Понимаете, о чем я, да? Правда, и тут есть нюанс. Для того, чтобы эта мотивация была сильнее, сильнее страха перед примером Украины, мол, типа, отказались от ядерного оружия, получили войну, необходимо помочь Украине победить в этой войне. Не заморозить конфликт, не попытаться вынудить Украину пойти на территориальные уступки агрессору. Вот все вот это вот будет не лучшим примером для будущего, а именно помочь Украине победить. Тем более, что в Украине и на фронте, и в тылу есть абсолютное осознание того, чем такой «мир» может для нас закончиться. Мира не будет ни на каких условиях. Не отдать им часть территории, ни где-то уступить, ни пообещать никуда не вступать в НАТО. Не открыть торжественно золотой памятник Пушкин. Но нет. В России нужна пауза. Небольшая пауза. Привыкнуть жить с санкциями, договориться заново с союзниками, подготовиться лучше, с учетом того, что, оказалось, существует ЗСУ, существует украинский народ, который вовсе не с цветами встречает. Подготовиться заново и попереть опять. Говорят, что когда ты заключаешь плохой мир, ты оставляешь войну своим детям. В данном случае мы ее не оставим детям, мы ее оставим себе. У меня контракт не успеет закончиться, и через полгода начнется новая война. Или через год. Или через два. Но она начнется или через пять, но через пять вряд ли. Года через два это максимум. Мы понимаем, что в России нужна пауза полгода, год, чтобы попереть опять. Поэтому мы понимаем, что да, устали все. И мы устали, и в тылу устали, и мальчики, и девочки. Все устали, независимо от возраста. И гибнут наши пацаны тоже. И это невосполнимая потеря этой люди. А другие люди уезжают в Польшу, в Румынию, в Германию. И не все уже вернутся. Постепенно пускают корни. Это тоже потерянные люди. И для государства, и для нас. Это наши друзья во многом. И все это тяжело. Но нет варианта. Мы не верим в мир со стороны России. Мы не верим в мою добрую волю. Мы понасмотрелись на их действия, смотрим, что они делают. Они хотят нас уничтожить. Это можно пафосно. Или как-то еще. Но это правда. Их не устраивает Украина рядом. Это факт. Я не знаю, осознают ли этот факт люди в Европе, люди в Соединенных Штатах. Россию не устраивает Украина рядом. А нас не устраивает идея нашего уничтожения. Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не очень много пространства для компромисса. Это цитата Голды Мейер. Премьер-министра Израиля с 1969 по 1974 год. Она родом из Киева, кстати. И вот каждое слово из ее фразы, оно применимо к Украине. Они хотят, чтобы мы исчезли. Как государство и как народ. Как пример свободы на постсоветском пространстве. А те, кто не захочет, должны будут умереть. Да, в Европе и в США в 21 веке сложно поверить в то, что такая ситуация может реально существовать. Но это так. И единственное, что может противостоять этому расистскому стремлению, украинская отвага, стойкость и решимость. И западная помощь. Которая позволит нам переломить ход войны. Я уверен, что сейчас мы увидим еще три компонента. Достаточно важных. Первый. Удары с целью разрушения российской логистики. Это Крымский мост. Это железная дорога, которая строится на оккупированных территориях юга. И это дипстрайки, так называемые. Удары в глубь территории России. Сейчас для этого создаются условия. Создаются условия для работы авиации. От этого удары по РЛС. Дальнего радиуса обнаружения. Да, да. Которые мы видим. А там, например, Брянской области, Мордовии и так далее. Межета, как раз, на это направлена. Соответственно, под это уже идет подготовка. И понятно, что я думаю, что оно вот как-то вот... Вот все совпадет в один момент. Мне так кажется. И все оно одномоментно появится и даст возможность скажем так, хоть накопить тот ресурс огневого поражения, который, ну, будет достаточно неприятным для России, потому что он будет систематически отрабатывать по их целям. Именно сейчас, именно в этом году нет пример прошлого лета не показателен. Потому что тогда Украина вынуждена была пойти в наступление, не имея ни преимущества в воздухе, ни на самом деле не имея преимущества на земле. Оставим сейчас за рамками нашего обсуждения вопрос, почему была вынуждена. Я думаю, время отвечать на этот вопрос придет после победы. И даже тогда поиск ответа на этот вопрос будет непростым и богатым на манипуляции. Просто как всего лишь еще один пазл, как еще один штрих к пониманию нашими западными зрителями всей сложности ситуации, в которой находилась тогда Украина и находится сейчас еще. Вот такой вот факт. А я напомню, что госпожа Стефанишина, вице-премьера по вопросам евроинтеграции, она же заявила, что то, что было договорено в рамках коалиции Рамштайн, Украина получила всего 10%. 10%! То есть вы представьте себе, насколько героичными являются действия сил обороны Украины, когда мы из тех 10%, которые получили, воюем так, как сейчас. Что бы было, если бы этого вооружения было в 10 раз больше? Это как раз показывает, что Западу необходимо отходить от политики вот этой контролируемой эскалации, а нужно все-таки больше говорить о победе Украины, как достигать этой победы. Потому что как-то ряд стран, будем говорить открыто, все-таки пытаются посадить Украину и Россию за стол переговоров, но за чей счет? За счет Украины, получается? Это абсолютно неверный путь. Опять же, ребята, эта информация, это повод для размышления и каких-то внутренних дискуссий в западных обществах. Как так получилось, что даже договоренный объем помощи был невыполнен. Что вплоть до осени 2023 года просьбы о передаче Украине авиации натыкались на целую стену отговорок, каких-то надуманных причин, просто лени. Все это повод задуматься и, возможно, потребовать от ваших властей действовать более оперативно. Ведь эта нерешительность, она касается не только Украины. Украина — это просто пример. Причем пример не только негативного опыта, но и позитивного. Пример того, что может происходить на линии фронта, когда наши партнеры проявляют не осторожность, а решительность в действиях. Вспомните 2022 год, когда после периода неуверенности в том, что Украина выстоит, на какое-то время пришел период решительной помощи. Ну вот я сейчас провожу много аналогий 2022 года, потому что они уместны. И в этом случае снарядами они тоже уместны. Тут необходимо напомнить. Российские войска отбросили от Киева, Чернигово, Сум, они перешли, пошли, значит, туда, на восток. Масштабные наступления тогда. Луганская область, Донецкая, они продвигаются, Горное, Золотое, Северодонецк, Лисичанск. Это все продолжалось, продолжалось. До тех пор украинские войска отходили, оказывая жесткое сопротивление, но отходили. До каких пор? Пока мы не стали получать по формату Рамштайн поддержку артиллерийскую, Хаймарса и так далее. Как только это мы получили, даже при преимуществе российских войск все равно в артиллерии, в огне, в Украине удалось фронт стабилизировать. Ну, то есть, в принципе, тогда не то, что стабилизировать, еще и в атаку пошли на Херсон и на Харьковском направлении. Да, еще и удачно. И вот это о том, как перелом, каковым может быть перелом. Есть еще один, кстати, флешбек из 2022 года. Вот как тогда, так и сейчас вроде бы складывались уникально благоприятные для рашистов конфигурация самых разнообразных факторов. От состояния сил обороны Украины до состояния нестояния нерешительности у наших основных партнеров. Вот от стратегической инициативы, которая была у оккупантов, до стратегической разобщенности в западном лагере. Тогда, напомню, США уже присылали чуть ли не артиллерию, снаряды и джавелины, Великобритания присылала НЛО, а Германия присылала каски. В количестве просто унизительно. Без вопросов. Сейчас Германия делает практически все, что может. А США, наоборот, полгода устраивали возьми в Капитолии. Но было ведь и по-другому. Помните? И как события развивались дальше? Вот сейчас все очень похоже. Посмотри, как складывается все в пользу России сейчас. Наступления могут продолжать. Силы какие-то могут там аккумулировать. Авдеевку даже ценой грандиозных потерь взяли. Сейчас где-то могут продвинуться. Все. Как они считают, украинские войска сейчас будут отступать, потому что не хватает огневой мощи. США затягивают с помощью. Не спешат с подставками ПВО в Украину. Идеальная среда. И что при этом мы видим? С октября месяца наступать и иметь лишь небольшие тактические подвижки. Совершенно небольшие. Это демонстрация чего? Неспособности воспользоваться ситуацией для развития оперативного успеха. Почему? Сил нет. Сила же есть вроде бы. Так что тогда мешает? Что мешает тогда? Тогда есть два элемента. Умение использоваться и распорядиться этой силой. И второй элемент это неспособности переиграть противника, обыграть его в этой оперативной игре на поле боя. Но у россиян на самом деле есть козырь, который они выкладывают каждый раз, когда у них возникают проблемы с умением. Завалить. Многие говорят, что любимый путинский метод решения проблем это завалить проблему деньгами. А на фронте у путинских офицеров, верных последователей философии своего патрона, этот метод трансформируется в завалить проблему с солдатами. На самом деле древний привычный русский фронтовой метод, как деды и как прадеды. Правда, есть одно весомое в нынешнем информационном мире, но деньги, которые профукиваются, которыми засыпают проблему, не могут записывать бесконечные страдальческие видео о том, как их бросили, как их использовали, как на них плевали с высокой командирской колокольни. А люди могут. А мы ничего сделать не можем, просто пушечное мясо нас поливают со всех орудий. Это называется закреп. Сегодня заходил обитаться человек. Вот она наша крыша. Осталось ноль, все. И у нас еще пацаны уважаться, уважаться, артерия успевает. Кассеты это второй день сегодня у нас кассетами уже закрывать. До своей роты шли в три раза с товарищем майором ходили. Три раза у нас оттуда просто кассетами в и вот эти три оккупанта, привыкающие к украинской земле в какой-то бывшей лесопосадке степной, это же не какие-то отщепенцы или частные примеры, это как раз массовое явление. Более того, появляется все больше свидетельств отказа свежего мяса даже выезжает на фронт. Там мужиков наручниками к кускам рельс приковывают, чтобы они не сбежали из казарм в глубине какой-то России. И отказы целыми подразделениями идти в бессмысленные штурмы тоже, чтобы не записывать потом вот такие вот видео, как вы только что видели. Все это есть. И это тоже фактор, который вскоре начнет играть весомую роль в оценке способности путинского режима продолжать войну. Интересная штука. Уже сейчас на России регионы вступили в период конкуренции за Иванов, которые могут подписать контракт. 700 тысяч рублей единовременной выплаты тем, кто подпишет контракт именно в Ростовской области. Прописка не важна. Нет, миллион рублей выплаты. Кто больше? С одной стороны, это говорит о том, что да, финансовые ресурсы России покупать мясо еще есть. А с другой стороны, это же азы экономики. Когда на рынке растет цена? Когда появляется дефицит товара? А товар это в данном случае и ваны, могущие воевать. Если бы их было в избытке, росла бы цена на их голову? Ответ очевиден. А буйные головушки, которые можно сложить на пути к очередной посадке, это самое действенное оружие Путина в этой войне. Притом эти головы будут катиться по траншеям и полям Донбасса намного активнее, когда ВСУ получит необходимое количество боеприпасов. Вот просто вот тот вот видос, который мы видели, он же записан в тот момент, когда украинская артиллерия была на голодном пайке. Появятся снаряды, наступать рашистам будет все сложнее и сложнее, а дохнуть легче и легче. Что дальше? Дальше выходит ситуация такова, что Украина отбивает наступление, и мы готовимся, например, к контрнаступательным действиям, даже локального характера. Опять-таки, Россия садится в лужу, потому что ну как бы ну уж 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 вроде бы и Харьков должны были взять и на Киев снова наступление готовить, они получаются. И с той позиции уже, если даже будет речь о каком-то перемирии, Россия не будет выглядеть с позиции сильной стороны. Она не сможет навязывать условия. поэтому Кремль спешит, потому что сейчас они думают, что их могут воспринять как сильной стороны, что они под это проведут скажем так, чрезвычайно мощные психологические атаки, и потом под это все подвести перемирие, потому что ну вот смотрите, либо вы сейчас подписываете, соглашаетесь на что-то, на наши условия, либо все, либо мы движемся дальше, мы идем в Днепру, как они говорят, и так далее, и так далее. Поэтому это просто это от неуверенности в собственных силах на самом деле. Они не верят в собственные силы. Это достаточно часто происходит. Они не верят в то, что они способны сейчас победить. И поэтому ищут пути. А давайте как бы так зафиксируем, что мы наступили, но вот так и задумывалось. А после этого подписали какое-нибудь прекращение огня. Ну мы же задачи выполнили. Все окей, все это. Так и было задумок. И по странному стечению обстоятельств, это ирония, если что, именно сейчас снова всплывают то тут, то там какие-то предложения, какие-то мирные планы, какие-то предметы для обсуждения, турецкий план, китайский план, турецкий список, китайский список хотела к России. Турецкий, наверное, самый интересный, да, интересный, потому что, как довольно быстро выяснилось, турки впервые увидели этот турецкий план уже после того, как он был озвучен. С интересом ознакомились с ним в интернете, да, это цитата турецкого МИДа, если что. И, конечно, вот эта ситуация, она привела к появлению главного вопроса, а если ты не турки, то кто же автор этого плана, в котором учтены все хотелки и фобии России, но нет ни слова о том, чего хочет и к чему стремится Украина. Вот у меня единственный вариант ответа, кто может быть автором этого плана, это Роман Абрамович, который принимал участие в переговорах в Турции, у которого есть выходы на Эрдогана, на турецкое руководство, вот в том числе и в этих переговорах он участвовал, есть выходы на Крым, В чем интерес лично Абрамовича? Снятие санкций. Снятие санкций. Конечно же, да, это для него очень важно, во-вторых, конечно, демонстрация собственной значимости, ну и для бизнеса это будет хорошо для него, у него он уже и международный, там дата в этом плане, 2040 год, вот у меня так и напрашивается, вы знаете, почему не 2025, это проретериент, и так далее, но мы знаем цену этим референтом, особенно на оккупированных территориях, это фактически закрепление оккупации, тем более, ну понятно, как это будет проходить, и если еще, ну, 2040 год, слушайте, это еще 16 лет оккупации, ну понятно, какой будет результат, но 2040 год, мне так и кажется, что автор плана надеется, что к этому времени уже и Путина не будет. легче было, либо осел, либо падишах, да, совершенно верно, совершенно верно, точно, да, и поэтому, как бы тоже, ну и что, к этому времени все как-то успокоится, устаканится, а главное сейчас заморозить, вот на длитный период времени. А еще интересно вот что, если принять идею, что вот это вот был план Абрамовича, а не Путина, хотя я практически уверен, что черновик этого плана побывал на путинском столе, но бизнесмену Абрамовичу даже же не приходит в голову, что любой план, касающийся Украины, должен учитывать интересы Украины, реальные интересы, ну просто для того, чтобы был предмет для обсуждения. Нет, референдум под дулом оккупантского автомата через 10 лет это не предмет для обсуждения, и отказ от НАТО это тоже не предмет. Учитывая то, что сказал ранее Кирилл Сазонов про передышку нужную Путину для новой атаки на Украину, вообще не варианты. В озвученном плане Абрамовича, ну назовем этот план так пока, ладно, так вот, вот в этом плане вообще нет субъектной Украины. И не потому, что Украине не хватает субъектности, расскажите об этом российским НПЗ и американским чиновникам, которые просят по этим НПЗ не бить. Все дело в другом. Все дело в том, что в российских головах в подавляющем большинстве голов нет отдельной Украины. В подавляющем большинстве российских голов все более или менее так же, как в голове у одной задней неопределившейся Маргариты. Перефразируя Шекспира, у которого, как мы помним, была чума на оба ваши дома, мне хочется сказать выздоровление на оба ваши дома. Будьте все счастливы, богаты, сыты, отстаивайте интересы своих стран. Нас оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. И это будет для нас замечательный итог. И вот все эти идеи эту другие несут в массы простые россияне. Спортсмены, бизнесмены, русские друзья, в кавычках, американцев, европейцев. Я сам не разбираюсь, но у меня есть друг русский. Ну, как вариант, я видел интервью этого классного русского спортсмена, так вот он все объяснил. Знакомая схема, да? Вот сотни, тысячи засланных казачков не на зарплате, нет, искреннее, поэтому еще убедительнее. Именно поэтому нужен бан на присутствие в медийном пространстве тех, кто может быть вот такими вот засланными казачками с промытыми мозгами и имплантированными туда кремлевскими нарративами. Или бан, или публичное отречение от путинского режима, от российских преступлений, от русского мира. Хочешь выступать на Западе, зарабатывать деньги на Западе, быть частью Запада, тогда с русским миром тебе не по пути. Я считаю, что приглашать как бы делегацию не стоит. Это будет проявление слабохарактерности. Запретить российским, белорусским спортсменам, которые выступают от имени Российской Федерации и поддерживают то, что делает Путин в Украине, а это геноцид украинской нации. Нужно действительно запретить этим выступать людям, либо они должны публично подписать бумаги о том, что они не согласны с такой позицией, они считают Путина военным преступником, они считают, что территория Украины должна быть возвращена без каких-либо условий, тогда пусть выступают. Если они не могут подписать подобные вещи, пусть идут вслед за русским военным кораблем, туда же, откуда они хотят приехать. Все вот эти половинчатости надо прекращать, когда действительно они живут на Западе, но ездят почему-то в Москву, в другие регионы России, и между двумя странами сюда, где удобнее, где побольше наворовать, где побольше себе в карман положить. Нет, ребята, простите, мы живем в информационном веке, мы знаем, кто есть кто, поэтому, если вы не считаете себя возможным показать хотя бы, да, и артикулировать цивилизованность в мире сегодня, ну, тогда вы являетесь изгоями, вы граждане террористического государства, и возвращайтесь туда, и вам не место в свободном мире. Совершенно верно. Я подписываю под каждым словом. Более того, я говорю то же самое на каждом включении на западных каналах, когда там речь заходит о проблеме российских спортсменов, принимающих участие в международных соревнованиях, включая Олимпиаду. Каждый российский спортсмен, который не прошел вот эту процедуру публичного отречения от путинской скверны, является не спортсменом, а пропагандистским винтиком. Так или иначе, либо развешивая на своем торсе символы войны, как помните, вот эта гимнастическая белобрысая мерзость, не помню его фамилию, в 2022 году в Дохе, да, либо молча своим присутствием и своими победами, вызывая еще более опасную реакцию, ну вот смотрите, русские, они же нормальные, с русскими можно иметь дело, давайте их возвращать назад, а вернувшиеся русские будут из подваль, причем, опять же таки, повторю, искренне, потому что мозги промытые, возвращать в европейское пространство кремлевские нарративы, вот те самые, про один народ, про единство, про дружбу и братство между Украиной и Россией, что вы, не знаю, кто начал, неизвестно, но мы же друзья, мы же братья, из чего рождаются сентенции, как у раннего Трампа или у нынешнего Маска, мол, это война, это какое-то внутреннее дело этих странных славян, и вообще, Украина и Россия это одно и то же, ну сами смотрите, и те, и те из Советского Союза, они все нам чужие, они все одним кмачевым миром мазаны, там и не пахнет западной цивилизацией, ну зачем мы будем тратить деньги, силы и ресурсы, давайте лучше забабахаем какую-то стену на какой-то границе, да, хотя на самом деле стран, которые откололись, конечно, есть хорошие примеры, да, есть хорошие примеры в Балтии, я не говорю уже про пример Украины, да, которая с кровью мучительно, но все же очень уверенно движется в очень правильном направлении, я сейчас месяц там провел, и успехи Украины безусловны на этом пути, и это безусловное, знаете, такое прям затыкание рта любому идиоту, который начнет говорить, а знаете, где-нибудь из-за океана или от из России, откуда угодно, что нет этот менталитет восточный и советский не победить, нет, они все побывав в Советском Союзе хотя бы там 70 лет, они уже неисправимы, демократию там не насадить, они все привыкли к своим деспотам-царям, бам-бам-бам, нет, ерунда полная, Украина абсолютно здоровая сегодня гражданское общество, несмотря на войну, несмотря на кровопролитие, несмотря на то, что люди устают от войны, и военные устают, и гражданские устают, но тем не менее, все же абсолютно здравая позиция у категорического большинства населения, у всех высочайшая информированность о том, что происходит, я с любым дворником там разговаривал для своего фильма, он понимает, что происходит, и это большая сила Украины. Украина уже давно является частью западного мира по основным критериям. демократия, сменяемость власти, свобода слова, сильное гражданское общество, способное контролировать власть в глобальных вопросах. Конечно, есть над чем работать, и работа уже идет. Судебная система, реформа правоохранительных органов, антикоррупционной вертикали. Все это сложно, но все это меняется. Даже сейчас, даже во время войны мы проходим этот путь, но большинство тех проблем, которые западным обывателям приписываются Украине, это не реальность. Это имплантированные российские нарративы. Нарративы, с которыми мы боремся, и боремся довольно успешно. И будем продолжать бороться, достигая успехов приблизительно так же, как сейчас достигает успехов украинская дипломатия, которая также 10 лет билась об стену имплантированных российским МИДом в западную международную политику нарративов. Мол, Украина не субъектна, Украина ничего не может предложить миру. Украина слабый игрок регионального уровня. Украина ничего не решает. Так было раньше. Дипломатически, именно с усилиями Украины, ситуация меняется. Инициатива как раз именно в этих дипломатических усилиях, не на стороне России, а на стороне Украины. И это бесит россиян, поэтому они, я думаю, будут пытаться сорвать этот саммит, будут сейчас делать все, чтобы уменьшить число участников, и, ну, может быть, при том, предпримуты какие-то другие контрдействия. Но сама ситуация, на мой взгляд, показательная. Никаких переговоров с Россией сейчас не идет. И не потому, что все хотят войны, как там московская Мерджери вопила после принятия пакета помощи Украине, да, забрасывать деньги в пожар чужой войны. Напротив, именно из-за того, что все в Европе, в США и в Украине хотят мира, долгого, прочного мира, сейчас необходимо продолжать войну. Войну до тех пор, пока Россия, как главный источник угрозы для всех, для Украины, для стран Балтии, для стран Центральной и даже Западной Европы, не будет побеждена. Побеждена здесь, в Украине. Когда горит нефтяная скважина, одним из самых эффективных способов ее тушения является направленный взрыв. Победа Украины будет таким направленным взрывом. Только победа Украины сможет остановить войну. Надолго. Не заморозка конфликта, не территориальные уступки, только победа. Наша общая победа. А что будет победой? Невозможность Российской Федерации накопить силы для новой агрессии? Смена режима в Москве? Распад России на отдельное государство, лишенное имперских болей, лишенное нужды воевать за 3-9 земель ради хотелок кого-то в Кремле? Государство, сосредоточенное на решении местных проблем, местных задач. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.